Есть прием узел руки. Я в стойке показываю. Это вообще в партере делается. Берется ручка, взяли и заводится вот сюда. С этим приемом под названием «узел руки» Елена Авдеева чуть было не осталось без золотой медали. Выступая на Кубке мира по джиу-джитсу, девушка стремилась показать все, чему научилась за три с половиной года тренировок у Дмитрия Кучаева. Вместе с ним своим первым наставником Елена отправилась на соревнования в Афины, а в сборную отобралась по итогам первенства России, где заняла второе место. С раннего детства я любила с дедушкой смотреть всякий бокс или что-то такое. И в пятом классе мне очень захотелось заниматься единоборствами. Придя сюда, я поняла, что это мое. Сначала была такой тихой лошадкой, особо ее не видно, не слышно было. А во второй год уже начала бороться. В этом году она заняла третье место на первенстве ЦФО по самбо. То есть это тоже неплохой результат для трех лет занятий. И также параллельно начала выступать по джиу-джитсу. Спустя неделю после возвращения из Греции Елена делится впечатлениями с младшими воспитанниками секции спортивного клуба «Альфа-единоборства». На Кубке мира Одинцовская спортсменка победила дважды. В разделе «Файтинг» у Елены было четыре боя. В полуфинале она обошла полячку, а в борьбе за золото уступила хозяйке – спортсменке из Греции. Серебро Кубка мира вдохновило спортсменку. Впереди были схватки в разделе «Неваза», где противник переводится на землю и борьба ведется в партере. «Румынка» вышла здоровая. Килограмм на 15 выше нее. Я, честно, мы опасались. Мы схватку разобрались. Тактический, скажем так, поединок мы до схватки проделали. И тактический план абсолютно на 100% она выполнила. Она собралась и выполнила. И тем самым вышел в финал. В финале, в принципе, без особых напряжений она выиграла еще одной польки. И тем самым заняла первое место. Первый Кубок мира и две победы. Елена признается, в себе была уверена. А это половина успеха. Дмитрий Кучаев дополняет. Международный турнир – это квинтэссенция большой работы, которая ведется каждый день на ковре. Малыши внимательно слушают Елену. Ведь не часто в зал спортивных единоборств приходят действующие чемпионы мира. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».